Дело Насирова, а с ним заключено досудебное соглашение, выделено в отдельное производство. Дело в суде рассматривалось в особом порядке судебных премиях и гособвинений страна защиты просила суд учесть при назначении наказания явку Насирова с повинной, то, что он активно сотрудничал со следствием и ранее юридически не судим. Я с первого дня в задержании сотрудничал со следствием, ничего не скрывал, заключил досудебное соглашение. По всем четырем преступлениям государственное объединение попросило наказание в виде лишения свободы, а именно по хищениям, а именно по преступлениям предусмотрена статья 158. 159. По трем преступлениям государственное объединение попросило в виде трех лет, шести месяцев лишения свободы. И по статье 105. Убийство, совершенное с отягчающими обстоятельствами, гособвинение попросило видеть 12 лет лишения свободы. И по совокупности данных преступлений путем частичного сложения наказания, окончательное наказание гособвинение просило Насирову назначить в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Доказательства, собранные отделом по расследованию особо важных дел следственного правления Следственного комитета РФ по Тверской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 57-летнего гражданина Республики Беларусь. Он признан виновным в совершении в составе организованной преступной группы преступлений, предусмотренных пунктом А, части 4 ст. 158, части 4 ст. 159 и пунктами А, Ж и К, части 2 ст. 155 УК РФ. Следственным судом установлено, что в 2016 году мужчина, проживавший нелегальной территорией России, действует совместно с другими членами организованной преступной группы, находясь на территории Ромешковской, Конаковской районной Тверской области, убил четырех граждан с целью облегчения совершения мошенничества и сокрытия следов преступлений, в результате которых группа завладела двумя квартирами жителей города Москвы. Прение сторон и последнее слово подсудимого были выслушаны 26 ноября. Суд удалился в совещательную комнату. 27 ноября приговор оглашался более двух часов. И вот окончательный вердикт 57-летнему Насирову. 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Что вас подвигло вообще на это? Вас уговорили, деньги обещали или что? Да ничего не уговорили, просто было сделано всё. Я даже не думал, что он по факту всё сделал, а мне куда бы выливаться. То есть вы не ожидали, что этим закончится? Вы раскаиваетесь? Конечно. В Заволжский районный суд города Твери сотрудники ДПС доставили водителя за неоднократное нарушение правил дорожного движения. Почему вас сюда привезли? Требования на тонировку. Требования нарушены, требования, да? Да. Но они нарушены, я устранял. Вы устраняли? А почему тогда сюда? Потом заново наклеил. И заново? В этот же вечер наклеили? Нет, почему? Месяц спустя требования пошло. А, месяц, да? А вам необходима эта тонировка или как? Да. Зачем? Уже необходимо. Необходимо. Нет необходимости. Уже сейчас нет необходимости, а была необходима? Да. Да? Но вы готовы отвечать? На что? Ну, за то, что нарушили правила. Готов. Законно, да? Больше не будете на леплязе тонировок? Остальных нарушений нет у вас? Нет. Вы давно водитель-то водите? Два года. Два года, а вам самому сколько лет? Двадцать. Месяц назад молодого человека остановил экипаж ДПС. Водитель на месте отказался снять тонировку. Ему выдали требование устранить нарушение в течение десяти дней. Требования водитель не исполнил. Был остановлен за тонировку в минувшие выходные и уже доставлен в суд. Решением суда нарушителю назначен денежный штраф. ГИБДД еще раз предупреждает об ответственности за нарушение закона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова